Перехожу к вопросам от наших слушателей и от наших студентов. Расскажите, пожалуйста, об эгрегориальном управлении и подключении к ним. Ну, вообще, что такое эгрегор? Человек управляется, если можно так сказать, командами, которые представляют собой мыслеформы. Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что эмоции соединяются с мыслью и образуются мыслеформы. И вот представьте себе, что есть люди, скажем так, определенная компания людей. Это может быть семья, это может быть просто компания, которая любит собираться вместе. Это могут быть люди, которые исповедуют одни и те же, так сказать, религии. Это могут быть люди, которые работают на одной работе. То есть, мы можем говорить об эгрегорах, каких-то семейных, политических, религиозных, корпоративных. То есть, неважно. Неважно, с кем вы имеете общие мысли и, главное, общее чувство. Вы объединяетесь, и вот эти вот ваши совместные действия, то есть, совместные создания вот этих мыслеформ, не образуют коллективную мыслеформу. Вот эта коллективная форма, она начинает управлять теми людьми, которые ее создали. И вот это вот и есть эгрегоры. А как подключаются к ним люди? Как они становятся зависимы от них? Ведь еще есть эгрегоры, которые управляют сознанием или заставляют людей? Ну, это все очень просто, на самом деле, описывается, так сказать, без всяких слов эгрегор. Вот. Вы попадаете в какую-то компанию, или вы попадаете в среду людей, которые имеют общие взгляды. Это могут быть любители искусства, это могут быть, скажем, поклонники каких-то, просто, так сказать, каких-то видов спорта, понимаете? То есть, вы попадаете в некоторую компанию, вам нравится там в этой компании, вот, и вы начинаете действовать с другими людьми так же, как они. Вот, собственно говоря, есть, собственно, весь смысл эгрегорного управления. Продолжение следует...